Сегодня с чем пришли? К хирургу? К хирургу пришла, вот нога валит у меня. А еще повышенный сахар, давление. Валентина Григорьевна здесь уже как своя. В Троицкой районной больнице начали возобновлять плановую медицинскую помощь. Пока прием ведут терапевты и окулисты. Больница обслуживает 24 тысячи пациентов из Троицкого района. Но на самом деле здесь спасают жизни жителям всего края. Мы находимся на трассе Барнаул-Бийск. Из-за большого потока машин она уже давно требует расширения. И, кстати, именно в Троицкую районную больницу отвозят тех, кто здесь попадает в стражные аварии, которые случаются, наверное, каждую неделю, если не каждый день. В Троицкой районной больнице больным оказывают экстренную медицинскую помощь, а уже по необходимости госпитализируют в Барнаул, в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Сейчас в хирургическом отделении больницы, в том числе куда попадают и пострадавшие с трассы, почти закончили ремонт. К слову, его здесь не видели с 66-го года. Для того, чтобы не прекращать операции, а в год тут проводят порядка 500 операций, отделение поделили на две части. Мы поделили его на две части. Глухая перегородка. В оставшейся части мы занимаемся оказанием экстренной помощи. После окончания ремонта в этой части мы возвращаемся сюда и отдаем ту половину для окончания ремонта. На работу выделено 11 миллионов рублей из краевого бюджета. Уже отремонтирован оперблок, готовая система вентиляции, инженерные сети. Скоро закупят новое оборудование и мебель. Кстати, ремонт начался здесь еще в августе прошлого года. Подрядчик обещал, что работа займет 3-4 месяца. На деле почти год. Неудобства, конечно, сказываются на помощи пациентам. Раньше по стандартам, например, должен 7-8 суток лечить. Сейчас пациентов таких, которые становятся стабильными и так далее, приходится выписывать раньше. Это как-то отражается на их состоянии здоровья? На их состоянии, что хотелось бы мне их еще понаблюдать и так далее, но увеличилось, скажем так, количество амбулаторного лечения им. Подрядчик не только нарушил обещания, много вопросов и качеству ремонта. Камера может не передавать, как волнообразно здесь уложена плитка. И даже сами врачи говорят, что этой плитке уже через несколько месяцев самой может понадобиться медицинская помощь, иначе она вся пойдет ходуном. Помимо плитки обещали потолки, которые можно мыть, и они не будут туда подниматься, вот эти панельки. Сейчас мы прикасаемся, они туда вылетают. На днях хирургическое отделение переедет в отремонтированную часть помещения, а в другой начнутся работы, которые, кстати, горе-подрядчик обещает закончить к 1 сентября. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.